Привет, НЛПеры! Что сделать, чтобы этот год был более продуктивным в плане целеполагания, чем предыдущий? Я предлагаю тебе провести небольшой анализ. И начни проводить этот анализ вот с чего. Вспомни себя год назад, где-то приблизительно в это время, либо за пару дней до нового года, либо через пару дней после нового года. Вспомни, о чем ты тогда мечтал и какие ты себе цели ставил. Я уверен, многие цели ты уже достиг. Но остался ряд целей, которые не достиглись. И этому есть простая причина. Если ты амбициозный человек, амбициозные люди обычно ставят больше целей, чем они физически могут исполнить. Это нормально. Но мне кажется, это не совсем твой случай. И вот почему. Потому что были цели, которые ты откладывал, откладывал, откладывал и так заоткладывался, что уже пролетел год, ты даже не заметил, как это произошло. Либо были цели, которые ты просто забил. И я тебе рекомендую сделать сейчас одно очень простое упражнение. Возьми и выпиши все цели, которые ты себе ставил в прошлом году, но которые не были достигнуты. И распредели их по нескольким категориям. Я специально создал для тебя презентацию. И здесь есть четыре категории. Первая категория это была ошибочная цель. Другими словами, я не так уж сильно этого и хотел. То есть я поставил себе цель по ошибке. Такое бывает. Вторая категория целей это стало неважным. Что это значит? Мир меняется. Внешние обстоятельства очень сильно меняются. 2022 год был очень годом таким богатым на перемены. И возможно внешние обстоятельства изменились так, что какая-то из твоих целей стала неважной. Это вторая категория. Третья категория целей это я все еще этого хочу. Это то, что ты перенесешь в этот настоящий год. Ты с этим списком целей будешь дальше работать. Ну и четвертая категория целей это не актуальные проекты. Либо провальные проекты. Иногда мы вписываемся в какую-то авантюру, ставим себе какую-то цель, начинаем ее делать. И в процессе исполнения мы понимаем, что это тяжело. Что это не ресурсно. Это не дает того результата, которого нам бы хотелось. И это тоже нормально. Многие проекты нужно просто закрыть, остановить, похоронить и забыть про них. И не тратить на это больше свое драгоценное время и энергию. И так у тебя остается список. Как ты понимаешь, три категории. Это была ошибочная цель, это стало неважно и это провальный проект. Их нужно просто оставить мысленно с ними, попрощаться, либо поставить на такую жирную паузу. А вот цели «я все еще этого хочу» нужно перенести в настоящий год и начать с ними работать. А чтобы тебе было веселее с ними работать, я предлагаю тебе сделать еще несколько упражнений, которые заключаются в задавании себе вопросов. И первый вопрос, который я рекомендую тебе задать самому себе. За что ты был себе благодарен в этом году? Прямо составь список, за что ты реально благодарен самому себе. Список составить очень важно. Следующий вопрос, который нужно задать к этому уже списку, звучит так. Как сделать так, чтобы таких благодарностей стало больше? Я поясню, для чего это делается. Потому что когда мы испытываем чувство благодарности, мы тогда более эффективны и более продуктивны. Многие люди готовы делать любую работу только за благодарности, за признание. Так почему бы тебе не дать это признание самому себе и не подумать, как сделать этого признания и благодарности самому себе больше? Следующий момент, с которым нужно поработать, это задать себе вопрос, за что мне другие люди благодарны в прошедшем году? И тоже составить список. И тоже задать себе после составления списка вопрос, как я могу сделать, чтобы таких благодарностей было больше? Поверь ты мне, когда ты проделаешь это упражнение и когда ты испытаешь вот эту энергию благодарности, ты начнешь по-другому совершенно смотреть на свои цели и по-другому будешь подходить к ним, будешь иметь другой ментальный подход. Кстати, наша передача, новая передача называется «Ментальная зарядка». Здесь мы с тобой тренируем свой мозг и будем делать это в течение всего года. Следующий цикл вопросов будет являться проверочными вопросами для того, чтобы определить свою реальность. И первый вопрос из этого списка звучит так. Что можно было успеть в предыдущем году? Вот реально, что ты мог успеть, но не успел. Когда ты составишь список таких вещей, которые ты мог бы потенциально успеть, но не успел, задай себе следующий вопрос. Почему это так? И здесь ты будешь находить очень много интересных ответов, где ты будешь говорить себе «Тут я поленился», «Тут я забил», «Тут я не захотел», «Тут были внешние обстоятельства» и так далее. И это тоже нормально. И дальше тебе нужно определить дельту. Вот когда ты выписал несколько целей, которые у тебя есть на будущий год, тебе нужно каждой из этих целей задать два вопроса. Что из этого можно успеть за год и что из этого нельзя успеть за месяц? Это очень интересная вилка, потому что мы очень часто не можем оценить время и возможности. За год можно родить ребенка. Представь себе, за год можно родить ребенка. За 365 дней можно написать хорошую книгу. За 365 дней можно достаточно сильно сбросить вес. За 365 дней можно хорошо подтянуть иностранный язык. Ну и так далее. У тебя много целей. Даже за 365 дней можно много скопить денег. В конце концов. Представь, если ты будешь каждый день делать одно маленькое действие для того, чтобы достигать своей цели. Ты тогда проведешь год более эффективно. Поэтому исследуй эту дельту. Что можно сделать за год и что нельзя сделать за месяц в отношении своих целей. Тогда ты будешь точно понимать, какая цель более реалистична, а какая цель менее реалистична. Многие люди, которые ставят себе цели под Новый год, запутываются в одной проблемке. Эта проблемка называется узник амбициозности. Когда у тебя много разных целей и они лежат в разных плоскостях, в разных сферах твоей жизни. И что можно сделать в таком случае? То есть ты не знаешь, за что хвататься. Целей настолько много, что непонятно, за какую из них взяться. Я тебе рекомендую проделать еще одно упражнение. Оно заключается в том, что тебе, допустим, у тебя есть 10 каких-то серьезных целей или больше целей на будущий год. Запиши каждую цель на отдельном листе бумаги. Просто запиши каждую цель на отдельном листе бумаги. А теперь, после того, как ты это сделал, поставь оценку по степени важности для каждой цели. От 1 до 10. Где 1 это минимум важности, а 10 это прям очень важно. Каждую свою цель оцени сейчас по внутренней шкале. И когда ты оценишь, просто разложи их в порядке значимости. Это упражнение, работа на листах, очень хорошо помогает расставить приоритеты. Может случиться один нюанс. Какие-то цели ты оценишь одинаково по значимости. Это нехорошо и неплохо, но на самом деле, тогда мы начинаем значимость немного дробить и уже ставим цифры после запятой. Ну, допустим, есть одна цель, есть вторая цель. Одну ты оценил на 7 по значимости и вторую ты оценил на 7 по значимости. Твоя задача тогда перейти к 10 числам. Что это значит? Это значит, что эта цель для меня важна на 7.1, а эта для меня важна на 7.3. И, соответственно, таким образом ты тоже сможешь сделать небольшую иерархию и разграничить по важности эти цели. А теперь самое важное, когда ты проанализировал свои 10 или больше целей, самых важных на этот год, когда ты расставил приоритеты, выбери 3 самые важные цели, запиши их на бумагу, либо на красивую открыточку, либо еще куда-то. И сделай так, чтобы эта бумажка попадалась тебе каждый день. Просто каждый день попадалась тебе на глаза. И когда ты записал эти 3 цели, задай себе вопрос. Если я буду каждый день делать одно действие, один маленький шаг в течение года, 365 дней, насколько сильно я продвинусь к этой цели? Что можно делать дальше? Теперь, когда у тебя этот список из 3 самых важных целей по приоритетам перед глазами, продумай, какое ежедневное действие в отрезке 15 минут ты будешь уделять каждый день для достижения этой цели. И тогда тебя невозможно будет остановить. И в следующем году, когда ты будешь смотреть мое новогоднее видео, ты будешь уже совершенно другим человеком в плане достижения целей и в плане продуктивности. Это очень круто работает, я сам так делаю постоянно. Если тебе нужна презентация от этого видео урока, напиши мне в инстаграм личном сообщении 2 слова. Лучший год. И я тебе отправлю эту презентацию. Не забудь подписаться на мой инстаграм, подписаться на этот ютуб канал, поставить лайк этому видео. Но это еще не все. Дорогой мой энелпер, мы начинаем серию передач, которая называется «Ментальная зарядка». Два года назад я ввел серию передач, которая называлась «Утренняя раскачка». Так вот, это «Утренняя раскачка 2.0». Только теперь будет это называться «Ментальная зарядка». Ну, чтобы не путались. И каждую неделю мы будем встречаться, где ты будешь получать определенные советы не только по целям, но и в целом о том, как улучшить себя. А если ты хочешь детально разобрать свои цели, буквально несколько дней назад я проводил прямой эфир, где разобрал сразу три модели целеполагания. Модель «Смарт», модель «Гроу» и модель «Хорошо сформулированный результат». Для того, чтобы усилить качество исполнения твоих целей, проведи свои главные цели по одной из этих моделей. Я уверен, результат не заставит себя долго ждать. И у тебя обязательно все получится. Также у нас есть вопрос от Евгения. После того, как мы провели эфир про целеполагания, там я рекомендовал технику, которая называется «100 целей». Кстати, тебе тоже ее рекомендую, но это ты найдешь в прямом эфире. Евгений задает вопрос. «Если есть невыполненные хвосты с прошлого года, даже не хвосты, а целый сарафан невыполненных целей с прошлого года, имеет ли смысл использовать метод «100 целей». Конечно, имеет смысл. И я уверен, что ваши цели, которые в прошлом году остались, и вы их не выполнили, в частности, вы их не выполнили, потому что они у вас, возможно, были не прописаны и не записаны. И второй ваш вопрос, Евгений. Целеполагание – это здорово. Все изложено очень интересно и системно. Но что касается отслеживания цели достижения, то тут как посоветуете построить работу? На самом деле, друзья, я рекомендую к достижению любой цели подходить как к проекту. Развивайте проектное мышление. А когда у нас есть проект, допустим, проект похудения, проект изучения языка, проект заработка денег, ну и так далее. Когда у нас есть проект, у нас в проекте есть сроки. И я вам рекомендую завести какой-то инструмент. Я сейчас поясню, что я имею в виду под словом «какой-то». Какой-то – это значит подходящий вам. Кто-то рисует шкалу, кто-то рисует квадратики, кто-то рисует кружочки. И здесь очень важно действительно иметь инструмент, который помогает отслеживать. У меня есть такой лист, на котором распечатано просто тупо тысячу квадратиков. У меня есть большая цель, которую я себе поставил на три года, и я к ней иду. И каждый раз, когда я делаю определенный шаг к этой цели, я зачеркиваю один квадратик. И таким образом я вижу, насколько сильно я уже приблизился к цели. На данный момент у меня зачеркнуто порядка 25% квадратиков. То есть на четверть я уже приблизился к своей цели. То же самое можете вы делать, Евгений, а можете вообще все делать. Нужно завести инструмент. Может быть у вас будет шкала от 1 до 100, где вы разделили свою цель на 100 шагов, каких-то определенных маленьких. И по мере выполнения каждого шага вы зачеркиваете, ставите одну рисочку. И таким образом ваша задача довести эту шкалу до максимального заполнения. Каждый это делает по-своему. Очень удобно использовать шкалу. Я это делаю для более маленьких целей. И очень удобно просто сделать лист, нарисовать столько-то квадратиков, насколько вы разделили свою цель. Или кружочков, что хотите, что вам больше нравится. И по мере выполнения каждого шага ставите себе отметку, что это было сделано. И тогда вы будете реально четко видеть, как вы движетесь к цели. Потому что понимать, движусь я к цели, отдаляюсь я от цели, либо я стою на месте, очень важно. Еще раз напоминаю, друзья, поставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Посмотрите видео про модели целеполагания, где я подробно рассказываю про модель Smart, модель хорошо сформулированный результат и модель Grow.